Всем привет, с вами Пиксел и мы продолжаем играть в группу Анатонем Беззуба. Сегодня будем прокачивать Фэй на 10 уровень, посмотрим на него новый скинчик, который дается за 10 уровень и поговорим сейчас немножко о акциях, которые запустили разработчики. Ну, первое, это то, что акция на все выходные до понедельника идет, это феромоны в сундуках. Шанс здесь выбить, конечно, но небольшой, но он есть. В принципе, рандомчик, как говорится, позволяет. И также запустили еще раз рулетку джунгли, которая буквально вчера только закончилась и сегодня опять запустили. Ну, это говорит только о том, о чем, о том, что... Благо, о том, да, слово. В общем, золотой кратко будет, скорее всего, на следующей неделе с большим шансом, поэтому ее просто нужно дождаться. Говорится, подготавливайте свои сундучки, кому нужны эти монетки. Ну, а мы отправляемся качать Фэй. Да, сегодня будет, наверное, два видео по прокачке. Ну, как бы Фэй надо качать, да и Пантеру надо уже качать, но там, правда, что немного на ней я бы хотел сразу на пятый прокачать. Ну, что есть, не падут вообще. Кстати, есть вариант сейчас открыть за боевый пропуск, мне вроде там сундучки были, но это не точно. Вот так вот, мода скин. Осьминог в скине осьминога. Как вам? Жестко? Жестко. 400 хп, кстати. У имбы. И вот она, наконец-то, 10 уровень. Легендарная гранатка. Надеюсь, сегодня я смогу отжать ее у кого-нибудь Никса. Очень приятного, прекрасного. Ну, посмотрим. Сейчас бы сникал утонем все, что здесь есть, потому что это все нужно. Ну, ботинок тоже прислалтать, куда деваться без него, не пройти дальше. Тем более, тут атрибуты, как видите, маленькую стоимость имеют, да. Поэтому легко их качать. Не страшно, не больно для бюджета, так сказать. Ну и вот она, почти фул атрибуты. И лутаем скинчик. Модный. Ну, кстати, один сын, да, возьму, а вот 12 еще нет, к сожалению. Долго качается все. Мне кажется, раньше персонаж выйдет, чем я 12 фей возьму новый. Но это не точно. Давайте разблокируем. И посмотрим скинчик вживую. Это не может быть фей. Это не... Ры-разравы в перевод, в название скинов, как обычно, впрочем. Ладно, давайте глянем сейчас скинчик в самой игре, только после того, как распределим атрибуты. Дробовик. Для дробовика, для дробовика надо что-то брать. Ух ты, 12%. А хочется-то, а, перезарядочка на 3% дальность, на 4%... Ну, давайте все-таки вот так вот возьмем, пока что со скоростью потерпим немножко. Бомба. Ну, с бомбой тут сложно решить. 5% дальности, 3% перезарядки, или же... Ну, скорость... Ой, радиус точно не возьмем. Наверное, возьмем дальность, чтобы подальше кидать. И лук. С луком у нас тоже, как бы, проценты маленькие на дальность очень. 3% или 2 должны кидаться. И тут 3%. Я, наверное, возьму перезарядку. В дальность что-то мне не очень хочется лугу делать. Ну, и вот такой вот у нас скин на фей. Это не может быть фей. Название прям топовое. Ну, пират фей, это можно было получать. Капитан фей, да? Капитан. Ну, как-нибудь в другой раз его достанем, надеюсь. И отправляемся в боец. Пойдем, кстати, в командные бои. Нет, как всегда, самое выгодное предложение дают. Забуанфира, да? Очень выгодно. В общем, сборка не меня. Идем такой сборкой. Пока что. В будущем будет, конечно, меняться. Когда рейтинг поднимется. Но пока он не поднят. Можно порасслабляться, понагибать в сборочках. Немножко на хил команду взял. Два склада вместе. Вот, мне интересно, что у черепаха в голове. Ну, хотя... О, как бы... Смотрите, что еще будет прикол. Они, короче, сейчас вообще не видят ничего. Просто ничего не видят. Не, ну, скинчик красиво, мне нравится. Мне нравится скинчик. Прикольный, модный. Закидываем еще немного. По баку бахаем. Блин, я просто десятый уровень, и сейчас бак развалит. Черепах, может, ты поможешь, а? Второй уровень полезности. Как мне жираф так далеко убежал? Я вот не понимаю. Да как... Видели, что себе бак позволяет? Офигеть. Как он и жираф туда убежать смог? Откуда такая скорость бега у жирафа? Что за приколы? Так, бахаем, конечно, чтобы не залутал никто ничего. Там кенгуру, что ли, риснул бака, или что это было? Так. Ага. Еще одна птичка лутается. Фух, хорошо, что у меня Эдна нормальная. Блин, повезло очень сильно. Очень сильно повезло, что Эдна адекватная. И мы можем что-то себе позволить... Ну, посмотрите, просто плюхи из ниоткуда. Как же бесит-то, а? Столько урона вкидываешь? А что у нас Эдна ничего не делает? Или делает, или мне кажется, что она просто ничего не делает. Хорошо, что здесь показывает, когда... Блин, там еще сверху пришли. Да, е-мое. Ну, не нравится мне это. Очень сильно не нравится. Так, закидываем. Сразу по никсу кидаем, чтобы он не успел залутать. Поэтому тоже закинем. Там по противнике еще пришли, блин. Много противников. Не нравится мне это. Блин, тут душный никс этот весит. Гад. На никсе. Так, рисуем убиваем. Так, закидываем. Ну, короче, дичь просто творится конкретное. Плять, от них до сих пор душит. Посмотрите на этого неадеквата. Просто он отсюда не хочет уходить. Он душит и душит. Душит и душит. Охожь душнила. Охожь душнила. Ну, не сегодня душнила. Не сегодня. Ля, 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 он до сих пор там. Диспроизводитель этого дикого. Просто дикий. Адекватно играть? Да зачем? Да зачем? Мы же дикие неадекваты. Зачем надо адекватно играть? Логично, логично. Ну, это я так немножко процитировал интеллект Никса. Ну, его мысли, наверное, прочитал скорее всего. Так, там кравик какой-то пришел. Который пытается залатать аптечку. Это гениальный мук был. Против меня, против... Кого там еще? Фух, ладно. Нагибаем. Как же хорошо, что хотя бы один адекватный в команде есть. Как же это прекрасно. Я так ему-то рад. Вы просто не поверите, насколько я рад этому. Фух, спокойно. А то я сгорел. Ну, серьезно, вы видели мою команду? Нас окружает три сквада, и вот эта вот дичь происходит, которая просто, ну... Это черепах, который убежал за чем-то. Остальные тоже. Вот этот баг, который меня душил на халяву. Лута, которого не было практически. Ну, ладно. Мы заточили. Это почти главное. Посмотрите на этот имбовый дробовик, а? Какая лютая имбища. Эх, красота. Имбовая красота. Ох, как урончик залетает. Хорошо, а? А что они там стоят? Какой-то бобер у них очень неметкий, я бы сказал. А я меткий, даже очень. О, кстати, смотрите, сейчас попаду. Ой, гранатку никто такинул. Ну, ладно. Хотя нет, смотрите, наоборот, туда, куда надо кинул. Там два бобра было, оказывается. А где друг? Ага, вот друг последний. Ну, конечно, отходить с гранатой он не будет. Ему лучше в кустиков посидеть, так же веселее и интереснее, да? Ой, странные ребятки. Ну, это рейтинг низкий, да. Тут все понятно. И мы такие два бузера. Десятый, двенадцатый уровень. Нормально, че. Ланейка. Идем дальше. Я хочу всяких какой-то... Ох, сколько акций накидал, а? Хочу какой-то динамичный замес, чтобы был более-менее... А то здесь как-то, ну, не так уж, чтобы динамично, просто душно было. Вот. О, пантерка у нас, кстати, есть. Интересно. Ну, тут лучше не двигаться. А кто интеллект у пантеры забрал, я не понял. Хотя, может, там абузер. Если абузер, то еще ладно, я понимаю. Но если нет, тогда не понимаю. Потому что любой никс, любой хамелеон и минус легендарь дробь пантеры. В чем логика? Очень странно. Очень странно. Себя ведет, конечно же, наш друг. Там лук лежит. Хорошо, запомним. Нужно ботов убить. Нужно ботов убивать. Срочным образом. Ну, конечно, пантера золотого лук. А что за легендарным ботом не пошли, я не понял. А нет, пошли, пошли. Все-таки пошли. Как у нас есть золотой лук? Там, в принципе, серебряный был, поэтому... Вариант у нас получше. Намекну. Постараюсь этим гением, что нужно идти наверх. Не помогает. Мой намек вообще никак. Ну, это, знаете, у меня был командный бой недавно. Интересный тоже очень. У меня команда была. Ну, вроде как адекватные, они где-то кнопки могли нажимать, там не умирали, знаете, ну, подставлялись мне так серьезно, как могло бы быть. Так вот, и к чему я веду. Попробуй отжать легендарное копье. Ну, конечно. Больной на пантере, которому нужно легендарное копье. Но спасать его не будем. Так вот, к чему я говорю. Вот этот домик, знаете, да? У него есть выход тут, и выход сверху, и выход снизу. Так, в общем, зона шла слева. И шла вот в эту зону примерно, да, вправо. И что же делает моя команда? Ну, зона идет. Они замкнуты в доме. Противники вот здесь, вот на фонтане два спада стоят. Дерутся все дела. Я, ясное дело, там, что делаю, то могу. Да. Не резайте, не резайте. Вот же, блин, а. Я бы такого больного не есал. Ну, так вот, к чему я. Эти гений. Вот зона как пока сейчас подходит, так она тогда подвигает. Я им намекаю раз минут, ну, секунд десять намекал, что надо уходить через другой выход, который сверху. Там не было противников. Зайти противников в спину, убить их, как красиво все было бы. Что моя команда делает? Ничего. Они стоят дальше. Я выхожу, намажу противников в спину и ухожу дальше. Ну, потому что там два или склада было, как бы, ну, драться соло против складов, сами понимаете, да? Они здесь все умирают в доме. Просто. Это было настолько гениально, что я офигел. Да, вот такие вот гений в нашей игре есть. Зону не видно, мозг не работает и все остальное. Это печально на самом деле, что такое происходит. Ну, что поделать? Ладно, давайте побахаем на автоатаке без сводки. Ну, как мы любим. Точнее, как нужно играть за прекрасного друга под названием Фей. Без сводочки на пролине противника нужно кидать все, что есть. И это, в принципе, работает. Ну, и уворачиваться от того, что у вас летит. В принципе, это все, что нужно делать. Ничего особенного, сложного в этом нету. Змеюку, правда, нужно продамажить. Она мне бесит. Своим. Тем, что. Ну, очень много всякого разного скидут. Кстати, мне в нее попал. Блин, я не верю. Что я верю с у тебя? Так, закинуем по баку. О, Пантера у нас умерла, как неожиданно. Заметили, ребятки, как неожиданно умерла Пантера. Вообще-то. Пошла и салаз лилась по схват. Ммм, какая неожиданность. Какая неожиданная неожиданность. Вообще, да. Вот тут еще схват, что ли? Недобитки какие-то странные там бегают. Так. Блин, как они там все же в это время живут? Я хереваю. Можно уже прекратить жить? Ну, я устал вас убивать. Кенгурусик, ну хватит бегать. Ну, успокойся, друг. Да что ты такой быстрый? Успокаивайся, давай. Все. Заметьте, моя команда просто стояла внизу и что-то там делала. Я понимаю, что они только одного убили. Наверное, аптечки с ним молотали. А, что я тут убиваю? Поверили в меня, типа, справлюсь сам. Ну, что я могу сказать, ребятки, пантерку у нее не зря, ну как бы, не зря не рестал, да? Там было все очевидно, да? Интеллект, как говорится, появился тогда, когда она начала бегать на первых секундах в бою. От двух ботов побежать к легендарным, это было гениально. Золотать у меня легендарное, отжать у меня легендарное копье, это тоже было гениально. Особенно с тем, что она четвертый уровень. Ну и в итоге пойти и умереть где-то в зоне, это было тоже максимально гениальный мув от пантеры. Ну, как говорится, что хотела, то и получила, да? Кстати, там вроде по смайликам опять что-то новенькое завезли. То ли вот этот смайлик, я думал, что новенькое, то ли что-то какой-то другой. В общем, глянем скоро. Может, после боя этого, если я не забуду. Так, у нас есть десятый бак, это хорошо. Главное сейчас как можно больше лута на лутать. Ну, ладно. У нас это легендарный бот. Хорошенький, красивенький, бегает. Боже, ну что у них с головой, ну? Ну, какие ж одаренные-то почему? Чему мне такие одаренные попадаются, а? Вот мне объясните, ребятки, именно мне. Вот что, я особенный такой какой-то? Откуда эти одаренные берутся? Ну, вот постоянно одно и то же. Одаренных просто толпа. Толпа одаренных каждый раз именно у меня. И ни у кого другого. Ладно, закидываем гранатками, бахаем здесь. Красивенько все. Весело, конечно. Ну ладно, что есть, то есть. Зато тут фатик такой динамичный получается. Жалко, что у меня нету легендарной гранаты. Ну, вы видите, в принципе, какой у меня радиус, да? У меня же еще кассетка стоит. Ну, не самая, конечно, крутая, но какая есть. Так, залатаем стеночку. Поставим это, поставим это. Так, закинем сюда. Прокинем еще немного по этим ребятам, которые здесь есть. Палуишки. Которые пытаются... Ну, конечно, мышка ему резнулась и спасла. Офигеть. Десять из десяти мышек вовремя рисуются. А что нет, да? В общем, стабильность, она как всегда. Я, короче, бота убил. Теперь я главный хищник. Сейчас пчелуи добить. Который бегает. О, как же его мышки сейвят. Вы видите? Я автоатачиваю, мышки так сейвят дико. Эх, ладно. Так, у нас еще вроде все нормально, да? Успокойтесь. Луки лутать не буду, смысла нету. Мы, наверное, уже победили. Потому что луи ушел один. И там еще четыре противника. Мне кажется, это просто недобитые ребята вот с такого вот интересного спада. Который мы сейчас просто задушим, потому что они на краю зоны. Ну, ничего сложного. Вот бы у меня еще команда немножко интеллектуально двигалась. Да, наверное, много хочу. Слишком много. Так, закинем по ним прекрасную штуку. Видали, копьем не попал? Офигеть. Обидное. Обидное, обидное. Лев у нас, конечно, динамично врывается. Все дела. Так, лахаем. А то мне уже надоело, что не убегают. А тот там умер, понятно. Ну, и убегатели. Просто игра в убегателей. Как интересно. Ладно. Мы опять победили. Лев, конечно, отжал легендарно гранату очередной раз. Очередной отжиматель легендарного дропа. Ну, ладно. Он хотя бы старался. Не то, что пантера в прошлом бою. Ну, кстати, пантера сложный персонаж, поэтому не буду особо осуждать игроков на пантерах. Там как бы есть свои минусы игры. Очень серьезные. Которые сложно контролировать. Ну, персонажа надо привыкать. Это вроде вот, как знаете, как зебра. Вроде имба, но нужно научиться играть очень жестко. Тогда будет тембой. Вот, то же самое пантера. Научитесь играть, будет тембой. Ну, и феромоны еще, конечно, получить надо. Чтобы вообще было красиво все равно. Феромоны тоже такое. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Сегодня у нас был осьминог фэй, скинь осьминога фэй. Да, что-то такое. Такие вот дела. Это все. Не болейте, не скачайте. Всем пока-пока.